Итак, друзья, снова мы в прямом эфире. Я предоставляю служителей, которых вы знаете уже. Впервые у нас Юрий Аскеров. Юра, приветствую вас, приветствую тебя. Спасибо. Юрий Аскеров является преподавателем иудаизма, как мы знаем, в христианских учреждениях, наверное, здесь в Америке благословенно, и также в других регионах, да, Украина. Да, здорово. Также Александр Куманский. Спасибо. Приветствую, Александр. Приветствую. И Роман Джулай. Шалом. 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 Роман никогда не меняет свои традиции, он всегда говорит шалом. Христос, когда пришел к ученикам, он сказал, мир вам. Он сказал, шалом. Видно, что есть у тебя еврейство. Ну, конечно, у нас у всех есть. Есть. Поэтому, итак, друзья, мы снова, это в рамках программы влияния, это программа под названием или под эгидой, ну, израильский народ. Вот, Израиль, все, что связано с Израилем, всегда, когда вы видите Куманского и Джулая, и еще кого-то из гостей, ну, особенно этих двоих служителей, знайте, что мы будем вращаться вокруг этой важной темы. Итак, во свете Слова Божьего, во свете последних событий, во свете всего происходящего, во свете знамени последних дней, что является собой Израиль. Итак, Юрий, я думаю, что интересно нам будет знать, чего мы ожидаем сегодня в Израиле, чего мы ожидаем из того места, к которому прикованы глаза всего человечества. Говорили об Украине в Америке и в Европе на протяжении нескольких месяцев, нескольких последних месяцев, но, но, включите последние несколько недель любой американский канал, ни слова упоминания об Украине больше. Снова все говорят об Израиле. То есть поговорили, на слуху Украина была, но снова возвратило все на круги своя. А то есть Израиль, Палестина, все, что связано с арабским миром. Поэтому, что мы имеем сегодня в Израиле? Что с Храмовой горой? Хорошо, благословенные. Большое спасибо, Юрий, за этот вопрос. Вы знаете, прежде чем отвечать на этот вопрос, надо немножко посмотреть экскурс. То есть, что вообще такое Иерусалим и что такое вообще Храмовая гора? Почему? Потому что, если мы не знаем истории, мы не знаем сегодняшнее время, мы не будем знать будущего. Дело в том, что это все взаимосвязано. И мы, когда читаем Священное Писание, мы видим историю Иерусалима. Она тесно связана с поклонением Всевышнему, это раз. Ну и с другой стороны, оно напрямую связано с тем, что мы называем государственность Израиля. Если мы посмотрим историю, история – это очень важная вещь. Еще до того, когда евреи пришли в землю обитованную, когда Давид взял крепость Сион, то есть Иерусалим уже находился как центр, то есть религиозный центр, возможно, даже мировой центр. Ну даже раньше было? Где Авраам приносил в жертву на горе Мариан? Да, да. Не, еще раньше до этого. Даже раньше было? Раньше. Дело в том, что мы видим, когда Авраам ушел от победы над месопотамскими царями, навстречу ему вышел удивительный человек. Это был священник Эллион, Мелкиседек, то есть священник, который был и священником, и царем одновременно, и будучи при этом первородным. И Авраам именно этому человеку отдал десятую часть того, что он имел. И мы смотрим благословенность, что этот человек был... Царь Салима. Царь Салима, да, Иерусалим. Мы видим благословенность, что Писание говорит, что очи Божьи всегда были над этой землей. И когда Бог решил дать эту землю, Он дал ее своему народу, народу, с которым Он вступил в завет. Если мы смотрим благословенность, история Иерусалима, она есть очень интересная. Вот смотрите, очень интересная статистика. Он 80 раз менял хозяев, 16 раз разрушался и 17 раз восстанавливался. То есть когда мы говорим менял хозяев, переходил из рук в руки постоянно. Да. И вы знаете, благословенность, я сейчас буду говорить, даже были курьезные моменты, курьезные случаи по отношению именно Иерусалима. Но давайте мы немножко пройдем по истории. Хорошо, благословенность, завоевание Иерусалима, снова же, было не так, как завоевание других городов. И мы знаем, даже если уже этот город был практически подконтрольный евреям, но Сион, сама гора, с крепостью, которая была там, она была в руках Иусеев. Другими словами, Иусеевский гарнизон окружали израильтяне. И вот когда Давид стал царем, нужно было взять этот город. И они взяли его ни приступом, ни штурмом. Они нашли тайный ход, по которому вода ишла в эту крепость. И они этим ходом вошли в крепость, и они взяли ее. И мы знаем, что после этого столица стала, то есть Израиль, Иерусалим, стал столицей не только политической, но и религиозной столицей Израиля. И мы видим, благословенные, что это дело идет до сего времени. Почему? Мы будем говорить. Дальше, вы хотели что-то сказать? Нет. Хорошо, спасибо. Дальше, вы знаете, если мы смотрим эту историю, мы находим очень интересную вещь. Когда Давид согрешил, ну, согрешил тем, что он исчислил Израиля, и наказание пошло на Иерусалим, Бог указал место. Бог указал место. То есть, Гумна Орны, и на этом месте, то есть, Давид принес жертву, но это место была гора Мария. Гора Мария была, мы уже говорили, что на этой горе, то есть, было жертвоприношение Исаака. Другими словами, за три дня до этого Авраам получил откровение от Всевышнего, и практически, что мог думать отец, когда он три дня и шел для того, чтобы убить своего сына, принеся его в жертву на горе Мария. Вы знаете, иудаизм описывает очень много историй по отношению этого. Я не буду упоминать их. Но благословенный, очень интересный факт. Вместо Исаака, умер не Исаак, умер предназначенный агнец Божий, который был, запутался рогами. И когда Авраам уже, ну так, будем как, в религиозном экстазе, он хотел убить своего сына, Богу дважды, или ангелу дважды надо было сказать, Авраам, Авраам, не делай этого. Благословенный, мы знаем дальше, что Иерусалим, Иерусалим, очень интересно, почему? Потому что, когда Иерусалим был разрушен, Иерусалим был разрушен, был разрушен и храм. И мы знаем, что религиозная жизнь евреев как бы прекратилась на время. Но, благословенный, Бог дает взамену как бы этого, Он дает понятие синагоги. И вот, если у нас будет время, я бы тоже хотел поговорить немножко за иудейскую синагогу, за то, что она принесла в нашу жизнь. Когда-то я говорил с Николаем Пекуном, покойным, и я очень хотел работать с ним, почему? Потому что этот человек разработал систему обучения для наших церквей. И когда мы встретились, говорили, он меня спросил за синагогу. Я ему рассказал, за синагогу, за служение, какие люди принимают какое участие, все. Вы знаете, он хлопнул руками и сказал, слушай, это единственная система в мире, которая не предусматривает расколов и делений. То есть, это было благословение. И многие церкви сегодня, они идут по образцу синагоги. Дальше благословение. Очень интересная дата, это 538 год до нашей эры. Что произошло именно в это время? Первая партия возвращенцев с Вавилона, она приходит в разрушенный Иерусалим. Это то, о чем Ниемия описывает. Да, да, да. Там Ниемия, Ездра и немножко Захария описывает об этом. И получается, что они увидели? Они увидели полностью разрушенный город. Они взяли, как говорится, сделали немножко места на территории храмового комплекса, поставили жертвенник. То есть, началась ритуальная жизнь еврея. И вот они начали строить храм. Но, маавитяне и самаряне, они пришли и они сказали, что мы хотим вместе с вами строить. Евреи понимали одну истину. Храм строить должны они. Но храм для всех народов. То есть, каждый человек, сердце которого прилепится к Богу, и который примет веру Авраама в свою жизнь, то есть, этот храм был доступен для него. И получается так, когда они получили отказ, они написали царю персидско-медийскому и сказали, слушай, эти люди, ну, город бунтарей, они постоянно бунтовали, воевали. То есть, никакой прибыли царь ты не будешь иметь. Пожалуйста, найди об этом в архивах. И вы знаете, царь персидско-медийский был не просто законодатель, не просто, как мы говорим, ну, тиран, он был исполнителем закона тоже. И когда у него требовали найти, он находил. И он нашел эти документы, и они оказались точными. И тогда на 17 лет строительство храма было запрещено. Другими словами, персидско-медийская власть запретила стройку храма. Что получилось тогда? 17 лет храм не строился. И восстают два пророка, Агей и Захария. Агей идет к людям и говорит, дорогие, вы что, хотите благословения, храм Божий в руинах, а вы хотите, чтобы было все хорошо? Но другой человек пошел напрямую к Захарии, то есть к Зарававелю. И он сказал, Зарававель, не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь, кто ты, великая гора перед Зарававелем, ты равнина. И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях благодать, благодать на нем. О чем говорит это место? Это место говорит, Зарававель, ты не пустишь ни стрелу, не пойдет твоя армия, но это будет делать Дух Божий. И вы знаете, Зарававель в раздумье. Почему? Потому что Зарававель проходил обряд отождествления. То есть, что это такое? Когда его направляли в Палестину, перед ним провели животное, то есть, человек от имени царя читал бумагу. И он говорит, царь, если ты будешь слушать царя, выполнять его указания, участвовать в его военных походах и поддерживать его финансово, с тобой будет то, что с этим животным. Животное себе ходило, гуляло, кушало травичку и все. Но потом грозный голос этого человека говорит, но если ты ослушаешься и будешь бунтовать, восстанешь против царя, с тобой будет то, что с этим животным. И животному на глазах Зарававеля перерезали горло. То есть, это называлось Сюзарено-Вассальный договор, потому что Сюзарен это был верховный правитель, а Вассал это был его подчиненный. И он проходил через этот обряд. Зарававель был неизвинителен, если он ослушался царя. И у персов было наказание три буквы К, крест, кол, костер. Когда они завоевали Вавилон, две тысячи человек, они просто посадили на колы. То есть, это была жестокая нация, но это была нация, которая исполняла закон. То есть, свой закон. И соблюдали его. И вы знаете, Зарававель дал разрешение на стройку храма. И эти люди тут как тут, то есть, маовитяне, и маовитяне, они пришли, и то есть, и самаряне, и говорят, слушайте, что вы делаете? Они говорят, у нас есть разрешение царя Кира. Хоть уже после Кира прошло 18-19 лет, но они сказали, мы имеем разрешение царя Кира. И что делают эти люди? Они снова пишут царю. И говорят, царь, пожалуйста, найди этот указ. Но царь, как послушный тоже закону, он находит. Он находит, и он пишет обратное письмо им. Он просит их удалиться с Иерусалима, и не мешать в стройке храма. Дальше, самарянам, которые платили в казну Персии и Мидии где-то 800 талантов золота или 900, он говорит, пожалуйста, вот эти деньги все, они должны пойти на стройку Иерусалимского храма. Дальше, самаряне должны обеспечить храм деревом, жертвоприношением и всем остальным. Я прошу прощения, этому еще предшествовало противление со стороны Тови и Санавалата. Вот я за них и рассказываю, просто я не называю имена, так как время есть время. Это как раз эти люди, за которых мы рассказываем. И получается так, что Зарававель начал строить этот храм и мы видим, благословенные, что он не пустил ни стрелы, ни его армии, ничего, но это сделал Дух Божий. Вы знаете, благословенные, это было прекрасно, потому что храм отстроили и второй храм называли именем Зарававеля. Далее благословенные, 325-313 года до нашей эры. Очень удивительная история. Вы знаете, когда я эту историю прочитал, я думал, Господи, ну хватит нас сказками кормить. Но когда я эту историю нахожу у трех-четырех серьезнейших историков, которые давали нам историю, я просто-напросто забрал свои слова. О чем говорит эта история? Александр Македонский стоит около Тира. Мы знаем, что вавилоняне разрушили наземный Тир, но островной Тир, который находился в километре от суши, он был, и он доминировал на Средиземноморье. То есть сильный флот, сильная торговля, все. И когда Александр Македонский предложил Тиру сдаться, они просто посмеялись. И тогда он начал строить дамбу, и это заняло очень большое время. И тогда он написал иудейскому первосвященнику иудавого письмо, и он сказал, дорогой, пожалуйста, я стою у Тира, пришли мне провиант. Первосвященник написал письмо, говорит, слушай, царь, я понимаю, но я связан клятвою с царем персидско-мидийским, и не могу нарушить клятву. Тогда Александр пишет ему лаконичное письмо, возьму тир, разрушу Иерусалим. И вот уже по пути они взяли Аскалон, это город, государство филистимлян, и вот уже толпа направляется к Иерусалиму. Первосвященник молится, Господи, что делать? Практически все это бедствие будет через него. И тогда в ночном видении Бог дает ему откровение, встань, одень свои первосвященческие одежды, открой ворота и выйди навстречу Македонскому. Другими словами, это было как бы и нарушение закона. Почему? Потому что первосвященник не имел права в священнических одеждах выходить за территорию храма. То есть только там. Но здесь указание Божие. И вот встречаются две толпы. Одна для того, чтобы идти разрушить все, другая просто идет с приветствиями. И люди увидели, что Александр спрыгивает с коня, подбегает первосвященнику и падает ему в ноги. Генералы прибегают, царь, что ты делаешь? Ну разве можно поклоняться, говорится, Богу перед его первосвященником? И тогда Александр сказал, в момент, когда я колебался, идти мне на Персию или нет, именно Бог в виде этого человека предстал предо мною и укрепил меня в надежде. Александра ввели после этого в Иерусалим. Его даже где-то к двору язычников подвели, привели, то есть принесли жертву и прочитали часть пророчества Даниила, где было сказано, что один мудрый грек победит персидско-медийское царство. Мы знаем, что после этого Александр сделал огромные льготы для евреев. Во-первых, они могли служить в его армии, исполняя все то есть свои, как говорится, постановления и законы. И дальше, в новом городе, который он строил, это Александрия, в который не имели права войти египтяне, он из пяти два квартала отдает для евреев. Мы сегодня не знаем, что именно в Александрии был параллельный второй храм. Один был в Иерусалиме, другой был в Александрии. Вы знаете, благословенный, дальше мы можем подойти еще к одной очень удивительной дате. Это примерно 20-й год до нашей эры. Царь Ирод. Кто это был за человек? Это был довольно уникальный человек. Это был гений во всем. Он был прекрасный строитель, он был прекрасный военачальник, он был прекрасный зодчий и дальше. Он был прекрасный, ну, можно сказать, все. И он прекрасный деспот. Тиран, да. И последние семь лет жизни они спортили его, как говорится, репутацию. Но с чем мы именно сейчас связываем историю Ирода? Ирод решил реконструировать этот храм. И вы знаете, благословенный, есть две версии того, что он сделал. По первой версии он просто-напросто взял, рядом стояла гора моря и стояла гора Сион. Он взял по уровню горы моря, срезал шапку горы Сион и бросил в пропасть. А здесь построил то, что мы называем сегодня стеной плача. Другая версия. гору Сион он не трогал, но он построил одну стену 280 метров, другую 485 метров длиной и где-то 30 метров шириной. И туда побросал камушки. И вот историки говорят, что один камушек, который бросали туда, весил 100 тонн. Я просто не знаю, как можно было в то время бросить такие камушки. Другими словами, площадь, высоту Иерусалимского храма он поднял на 20 метров. Стены были подняты на 30 метров, а храм на 20 метров еще. Другими словами, евреи говорили, что кто не видел этого храма, тот вообще не видел ничего. Другими словами, красота этого храма, она, ну, я не знаю, я не знаю, как подобрать слово. Не поддается объяснение. Да, 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 просто не поддается. Некоторые говорили, что это было восьмое чудо света. Но получилось так, что в 70-м году он был разрушен. В 135-м году второе восстание, это под руководством Барковбы, оно потерпело тоже поражение. Если в первой войне одна тысяча, то есть один миллион сто тысяч погибло, во второй войне 586 тысяч евреев погибло, Иерусалим разрушили до основания, его прошли плугом, то есть это было римское наказание, римское проклятие для самых таких городов, ну, которые не поддавались. И получается на месте этого города начали строить новый город, аллея Капитолина. Куда для евреев доступ был запрещен категорически. Ну, это, кстати, делали арабы. Это арабы. Нет, это еще арабы. Это римляне. Это римляне. Ихняя история продлится до 634-го года уже нашей эры. До Магомета. Да. И уже она продлится, ну, как, часть, как часть Византии. Хорошо. Вы знаете, удивительно было в то время, что около разрушенного храма ишли два раввина. И когда один увидел разрушенный храм и лисицы бегают по нему, он начал плакать. Другой же, наоборот, начал смеяться. И тот, который плакал, спросил, слушай, что ты смеешься? Говорит, а что ты плачешь? Говорит, я вижу, наша святыня, она разрушена. И лисицы бегают по храму, там, где когда-то люди поклонялись всевышнему. А Другой же, а я именно из-за этого и радуюсь. Потому что, если Бог сделал первое, Он обязательно сделает то, что Он сказал, Он восстановит, и этот храм будет славой для многих народов. И вы знаете, благословенные, история очень интересная. Дальше, потому что, больше уже, как говорится, мы будем так, скакать по датам. Но, я бы хотел бы остановиться на некоторых. 1096 год, крестоносцы, и сначала, это одна из церквей Франции. Католический монах Петр Гермит встает в одной из церквей, и он, как бы, говорит речь. Говорит, мы воюем со злейшими врагами Христа. Это сарацинами, то есть мусульманами. Но самые злейшие враги, которые есть, они живут у нас под боком, они пользуются нашей защитой, нашим теплом. И тогда разъяренная толпа, она вот по дороге в Иерусалим, она сметала все еврейские кварталы, убивала всех жителей, которые были там. И когда они взяли Иерусалим, это 1096 год, что они сделали? Они согнали всех евреев в одну синагогу, они ее подожгли, и они ходили вокруг синагоги и пели псалмы Давида. Вы знаете, у меня в разуме не умещается это кощунство. Короче, детей и внуков, как говорится, сжигать заживо под песни ихнего деда. Ну, как говорится, в истории бывают разные вещи. Мы же понимаем, мы же понимаем. Мне так не хотелось останавливать такое красивое изложение твое. Чуть ли не сказал тираду, но в хорошем смысле этого слова. Здорово, здорово. Мне нравится твой исторический экскурс. А когда же делали это крестоносцы, я всегда добавляю, что крестоносцы, по большому счету, это были люди, которые были далеки от Христа, как небо далеко от земли. Трестоносцы, будучи христианами номинально, но они не были рожденными свыше, как мы понимаем в понимании этого слова, рожденный свыше. Я понимаю, да. Поэтому, когда мы говорим, что это делали якобы христиане, и когда говорят, я всегда делаю ремарку о том, что это не христиане в правильном смысле этого слова, но это христиане в отступничестве. Это христиане просто о своих религиозных традициях, бесовских традициях, которые так издевались над евреями. Точно так говорят, вот евреи нам ставят в упрек принадлежность якобы нацистской Германии к христианству. Ничего нацистская Германия не имела общего с правильным христианством. Это было искажение, это был гибрид, непонятно чего, смесь всякой мифологии, мистики, там взяли как винегрет, это все смешали, и вот что с собой являла идеология нацистской Германии. Но христиане, как рожденные свыше, как рожденные свыше, никогда не принимали участие ни в войнах, ни в резне, ни в варфоломеевских ночах. То есть в средневековье, если и были христиане, они были в меньшинстве, да, но они были все-таки светом и примером, хотя в маленьком одиночестве, но все-таки это были, если бы не было рожденных свыше, если бы в подлинном смысле первоапостольской церкви, принципов первоапостольской церкви и писания, если бы не сохранилось через столетие средневековья, или, как говорят, черное средневековье, так не было бы вот того огня, который в 20 веке уже зажег, вот ту искорку, которая являлась собой рожденной свыше. Я сделал отступление, но с тем, Хорошо, Власовина, я просто немножко хочу как бы и добавить... Пожалуйста. Вы знаете, когда в Нововолынске организовалась еврейская община, и я, ну, как руководитель, как миссионер, я говорил с многими евреями, и вы знаете, они мне ставили тоже этот самый упрек. Они говорили, Юра, ну, во-первых, Германия не была католическая, это была лютеранская Германия, это раз. Во-вторых, у всех на поясе было написано «Бот и смунс», то есть «Бог с нами», это второе. Третье, очень много тех людей, которых мы называем сегодня, ну, рожденными свыше, они тоже были в этой армии. Это, ну, это было благословерно, и почему? Потому что были идеологии, были идеологии, а все идеологии, начиная с, буквально, с 70-го года, они рисовали еврея, как врага. Дело в том, что я согласен с тем, готов даже подискусировать на эту тему, что лютеранство, германское, оно склонило колени перед Ваалом, оно склонило, оно сдало свои позиции Гитлеру. Я согласен. Да, да. Поэтому с этим я согласен с тем, что действительно, мы же думаем, что протестантизм, это только лютеранство, откуда брало, это неправда. В Шотландии, в Шотландии это была пресвятерианская церковь, а в Англии это была англиканская церковь, которая вышла из католицизма, поэтому протестантство, это не только лютеране, как мы вот в том понимании этого слова, протестантство, но это только историки знают эти моменты, и ты их знаешь, что протестанты, говорят лютеране, это протестантство, это лютерания. Вот оттуда пошло. Нет. Параллельно шли лютерания. Германия, в Шотландии епископалы шли, а в Англии англикане шли. В Швейцарии кальвинисты. Мы видим, что в дальнейшем кальвинистское богословие, оно завоевало север Европы и практически Америка. Но, как я понял, что нам надо вернуться в историю Израиля. Хорошо, благословенные, вы знаете, после этого несколько раз Иерусалим переходил из рук в руки. Например, в 1185 году его берет Савахадин. То есть, это султан Скаира, который лояльно относился к евреям. И даже есть такая версия, что Маймуну, одному из учителей иудаизма, он предлагал взять этот город, то есть, чтобы евреи взяли его. Но Маймун подумал, и он сказал, еще очень рано. Очень много еврейской крови прольется под этими стенами. И он отказался. Буквально через определенное время этот город берут, в 1250 году берут мамлюки. Мамлюки – это перевод слова, которое обозначает рабы. Это были наемные солдаты-рабы. Но когда власть Каира, она немножко ослабла, они взяли верх, они взяли Иерусалим в последствии, и снова же они лояльно относились к евреям. Они разрешали им жить, они разрешали им даже исследовать книги и, как говорится, учиться в Иерусалиме. То есть, конечно, ислам они ставили выше, но иудаизм они не прищемляли. Но благословенные происходят в тремя, и в 1517 году в 1517 году Иерусалим берут турки и до Османская империя. Да-да-да. В 1917 году они удерживают Иерусалим в своих руках. Как Иерусалим перешел под протекторат Англии? Это была очень интересная история. Я хочу на две истории так немножко, возможно, отойти в сторону, но оно все будет связано с Иерусалимом. В 1914 году один из наших ученых с Пинска, это Хайм Вейтсман, он приезжает в Великобританию и становится профессором технологического университета. И когда началась война, Англия начала терпеть огромные поражения на фронте, потому что не было взрывчатых материалов. Это была Первая мировая. Да, Первая мировая. И они терпели крупные поражения. И вот Хайм Вейтсман создает довольно дешевую, но во много раз эффективную взрывчатку и дарит это английской армии. Когда к нему пришли люди с парламента и сказали, чем мы можем отблагодарить тебя, он сказал, пожалуйста, когда вы завоюете Иерусалим, разрешите на территории той, которую вы называете Палестина, сделать еврейский национальный очаг. Он сам еврей был. Да, но я же говорю за евреем. И получилось, что в 1917 году англичане подошли к Иерусалиму. Генерал Алемби смотрел на Иерусалим, он был просто заворожен этим городом. Золотые купола, мечети, они как бы выблескали, и он не хотел вести огонь по этому городу. И тогда он написал телеграмму королю Георгу, что делать. Георг написал ему одно слово, молись. И Алемби закрылся в своей палатке, он начал молиться. Но кончить молитву ему не дали. Почему? Ему сказали, пришли турецкие парламентеры, и они предложили Алемби торжественную сдачу Иерусалима. То есть турецкая армия выходит со знаменами, с оружием, то есть не причиняя городу никакого зла, англичане спокойно входят в него, благословенные, ну какой лучший подарок можно было ожидать. То есть турки сдали Иерусалим. Да. То есть это почет, называется почетная сдача. Хорошо, благословенные, еще одна очень интересная история. Ну, благословенные, простите меня, если можете. Ну, мне, ты знаешь, я очень редко, я очень редко обрываю собеседник, и такое редко бывает. Я обычно задаю много наводящих вопросов, но у тебя льется как река. Ну, благословенные, я знаю вас по Нововолынску. Не раз мы чай пили вместе, и не раз я удивлялся, какой человек со мной. Продолжай. Хорошо, благословенные, эта дата, 1881 год, это Санкт-Петербург, убивают царя Александра II, царя, которого уважали, любили и ценили. Почему? Потому что этот царь убрал крепостное право, он дал людям свободу, он был заинтересован, как говорится, и в образовании, и во всем. И те, кого мы называем сегодня народниками, они говорили, что если он будет еще царствовать, то смысла революции нету никакого. И они убили, и на вторых ролях... Это же большевики делали. Нет, нет. Меньшевики. Это еще не было тогда ни большевиков, ни меньшевиков, просто народники. И на вторых ролях... Это какой год был, кстати? 1881. И получается так, что на вторых ролях была еврейская девочка. Там. И это дало право реакции начать еврейские погромы. Погромы были довольно страшные. Ну, давайте возьмем, например, Кишиневский и Одесский погромы. Полиция стояла, смотрела, и вот разъяренная толпа вывела дедушку, уже практически деда, и ему в нос забили два гвоздя двухсотки. Другими словами... И евреи сегодня говорят, если, например, будет суд, на одну чашу весов будут положены кирпичи Египта, и они перевесят. Но на другую чашу бросят эти два гвоздя Кишиневского погрома, и они перевесят все эти камни, которые были положены там. И вы знаете, благословенные, дело в том, что практически ни полиция, ни армия не останавливала. И если евреи делали самооборону, они глушили сами эту самооборону. И тогда некоторые люди начинают думать, а что нам делать? Ну, вы знаете, в таких положениях люди задумаются, а что нам делать? Одни говорят, давайте мы будем ехать в Европу. Но в Европе те же самые проблемы, те же самые погромы. И тогда группа инициаторов решила уехать в землю обитованную, то есть в Исраиль, в Палестину. И вот в России было три алии. То есть до 1914 года было три алии. Другими словами, три крупные группы людей, они уехали туда. Но давайте мы вернемся еще в одну дату. 1897 год. Если я не ошибаюсь, это время Первого собора, то есть или конгресса сионистов в Базеле. Другими словами, что предшествовало этому конгрессу? Ассимилированный еврей Теодор Герцель посылается одной из австрийских газет для того, чтобы освещать суд над капитаном французской армии Дрейфусом, который по, ну как считали многие, предал французский генштаб. Ассимилированный. Надо сделать поправку. Это человек, который полностью уже влился в общество Австрии. Он даже себя евреем не считал на то время. Понятно. Другими словами, он как бы слился с этой нацией и все. И получается, когда он приехал освещать этот конгресс, он постоянно слышал одно. Бей жидов, бей жидов, бей жидов. И тогда национальные чувства в этом человеке проснулись. А почему именно нас? И вы знаете, когда он приехал в свой город, в Вену, он начал поднимать многие вопросы. И он стал одним из лидеров, то есть лидеров движения сионистов. Что такое сионисты? Это движение за возвращение на Сион. И вы знаете, он объехал очень много, он был и у турецкого султана, и у немецкого кайзера, и везде поднимался один вопрос создания государства Израиля. И в 1897 году в Базеле был созван первый конгресс сионистов. Герцель говорил, ребята, давайте сделаем так, чтобы можно было хоть где-то укрыть евреев. И даже они хотели сделать государство Израиль временно в Уганде, в Африке. Но русские евреи, которые приехали с дымящихся от погромов городов и сел, они сказали, нет, наша земля, Эрц, Израиль. То есть там, где ходил Давид, там, где стоял храм и так далее. И вот мы видим, благословенные, именно на этом соборе сионистов была утверждена программа создания Израиля как государства со столицей в Иерусалиме. Хорошо, благословенные, что мы можем дальше сказать по теме Иерусалима? Англичане после 1917 года, когда они дали, то есть они выпустили декларацию Больфура. Больфур это был один из людей, который заседал в английском парламенте и он дал эту декларацию, по которым евреям разрешалось въезжать и жить в Палестине, как они называли на то время. Но через несколько лет английская администрация побоялась этого и они начали туда подселять арабов. И началось то, что мы называем сегодня арабский конфликт. На основании чего начался арабский конфликт? Ну, давайте, благословенные, мы представим, вот у меня одна папка бумаг, другая папка бумаг. Вот это мы назовем дом мира, а вот это мы назовем дом войны. Что такое в исламском понятии дом мира? Это все мусульманские страны, у которых единая история, единый календарь, единая религия, единый пророк, единое все. Дом войны это страны, которые надо или же уничтожить, или же обратить в ислам. И вот, благословенные, удивительно то, что на территории дома мира появляется страна из дома войны. Благословенные, это просто-напросто, говорится, проблемы теологии. Все. Евреи и арабы уживаются, например, в Америке, в других местах прекрасно и свободно. Но там, где они доминируют... Несочетаемо. Это, прошу прощения, это так, как в армии у нас было. Если там узбеки, если азербайджаны, среди наших зрителей много хороших узбеков, это не о вас. Но если в армии были узбеки или азербайджаны, их было большинство. Это секир башка. Это жизни просто не было для украинцев, для россиян, для славян. Друзья, я сделаю анонсировку снова с нами. Вы слышите, прекрасная лекция. Одна из самых прекрасных лекций о теме иудаизма. Нет, нет, нет. Это я... Я очень редок на похвалы, но я знаю, о чем я говорю. Юра Аскеров с нами. Это действительно... Ну, я бы сказал, специалист в области иудаизма. Вот так я... Ты в скромности это принимай, брат. Вот, поэтому таких лекций у нас редко бывает. Очень интересный ту землю, куда мы поедем. Несомненно. Я сегодня, Юр, немножко хочу рассказать, что сегодня происходит там. Да, да. Почему мы сегодня говорим о храмовой горе? Почему мы так много входим в историю храмовой горы? Что же, что она представляет То есть это была потрясающая предыстория того, Да, да. Почему? Потому что сегодня происходит очень огромное событие в Иерусалиме. Сегодня идет третья антифада и она обусловлена тем, что арабы восстают против посещения, против того, чтобы евреи посещали храмовую гору. А вот я хочу немножко отдавать, насколько они восстают. Да, я хочу... Подожди, Рома, я тебе сейчас скажу, ты дополнишь это. Значит, недавно произошла конференция, международная конференция, она называется «Возвращение евреев на храмовую гору». Инициатором этого, одним из инициаторов был Иона Глик, который был почти убит террористом арабским. Да. И я хочу, чтобы ты немножко рассказал, я знаю, ты мне показывал эту статью, пожалуйста, расскажи. Это интересный очень событие. Это событие последних дней, да? Да, событие последней недели. И Гуда Глик, он является активист движения наследия храмовой горы. И буквально он очень часто ходил туда на храмовую гору, доказывая то, что храмовая гора это большая святыня для еврейского народа. И он поощрял других евреев также посещать как можно чаще эту храмовую гору. И буквально 29 ноября мотоциклист подъехал буквально в упор в грудь, начал стрелять его. Его забрали в госпиталь, он был в тяжелом положении. Я пытался найти информацию в интернете по поводу Равина и Гуда Глик, не знаю. Надеюсь, что он жив и у него дева пошли на пуху. Я напомню тебя, Рома, буквально сегодня его отключили от аппарата искусственного наздекания, он выздоравливает по молитвам всех верующих людей, которые любят Израиль. Чем было вызвано его желание поощрять? Тем, наверное, что, к сожалению, евреи, которые стали очень секулер, очень многие евреи секулер, как перевести на русский язык. Второстепенные? Не секулер, это нет, это не второстепенные, это мирские, просто мирские, которые в иудаизм по большому счету не верят и не придерживаются истоков своего еврейства. То есть, это совершенно, как мы говорим, мирские люди. Наверное, это и вызвано было тем, что он начал такую работу. Как раз таки в интервью к каналу Израиль 7 он говорит, что сегодня мы видим, что мусульмане объявили войну храма в горе и Израиль боится сказать, что храмовая гора это наша гора. Святыня. Да, поэтому мы отвечаем на брошенный нам вызов и возвращаемся к храмовой горе. Интересно то, что к храмовой горе есть 9 ворот и только одни, через одни разрешается войти евреям и христианам и то только 3 часа в день. И для того, чтобы пройти через эти ворота устраивается тщательная проверка. Ты не можешь туда пойти с Библии, с Евангелией, даже вплоть до того, что кошелек открывает и смотрит, если у тебя там нет записки с молитвой, которой ты хочешь помолиться на храмовой горе. И действительно, как раз активист этот Игуда Глык и старается поощрять всех евреев, чтобы посещали храмовую гору, эту прекрасную древнюю святыню. Дорогие, я хочу, чтобы вы взяли с собой Библию, если у вас есть, положите перед вами буквально пару минут, знаете, потому что мы будем говорить о том, какое имеет значение храмовая гора для нас, христиан, какое она имеет значение для истории израильского народа и вообще, какое она имеет значение вообще в истории человечества. Вообще, когда мы хотим вникнуть в тайну храмовой горы, мы не можем вникнуть в эту тайну храмовой горы, почему-то Господь, когда вывел Авраама из урокалдейского, Он его повел в землю обетованную и когда Он ее привел в землю обетованную, Он ему показал гору, на которой будет построен храм и эта гора, вот, Он сам ее выбрал и сам показал Аврааму. Вот я хочу, чтобы мы прочитали это Бытие, 22 глава, 2 стих. И Бог сказал, «Возьми сына твоего, единственное твоего, который ты любишь, Исаака, и пойди в землю морям, и там принеси его во всесражение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Смотрите, я просто подчеркиваю, о которой я скажу тебе. Бог сам избрал эту гору. Бог сам избрал ее от начала. Мы не можем еще до конца вникнуть в тайну этой храмовой горы, дорогие. но я думаю, что тайна этой храмы, она откроется полностью уже в тысячелетнем царстве. Вот. Когда действительно будет отстроен третий храм, и слава третьего храма будет повыше славы тех предыдущих двух храмов, о которых говорил нам Нурик, о которых говорил, которые были построены на этом святом месте. И сбудется пророчество, которое говорил Исаия в 6 главе 7 стих. «И приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы». Это Господь говорит. «Сисажение их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Иисус Христос когда говорил о храме, он говорит «это дом мой дом молитвы назовется». Но он не сказал дом, он не проговорил «дом молитвы для всех народов». Почему? Потому что действительно в то время, когда Иисус Христос походил по этой земле, это был дом молитвы для израильского народа. Но в будущем тысячелетнем царстве сбудется пророчество Исаии, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. И мы знаем, что из пророчества, что к этому дому будут приходить, к дому молитвы, будут в тысячелетнем царстве, будут приходить все народы. И народ, который не придет, там написано в Захарии, можете прочитать, это в последней главе, что я на них пошлю морговую язву, я пошлю засуху. Господь сказал, что все люди, все народы будут приходить на его гору. Там раскроется полная тайна этой святой горы. На эту гору, где Бог указал Аврааму, правоцу всех верующих людей, и указал эту землю. И дальше мы видим, что Господь указал Давиду, где строить храм, через пророка Гада. Это 1 Павелинон 21, 18. И ангел Господний сказал Гаду, чтобы тот сказал Давиду, пусть Давид придет и поставил жертвенник Господу на гумне орны Евусянина. И соорудил там Давид жертвенник Богу, и вознес сожжение мирные и мирные жертвы, и призвал Господа, и он услышал его, послал огонь с неба, нас жертвенник всесожжение. То есть, сам Бог указал, что это то место, на котором Авраам принес жертву Исаака. И это место, оно называется Святое Святых, где был храм, где был Святое Святых, где обитал Сам Господний. Когда был построен храм, слава Господня наполнила этот храм, и там было общение израильского народа с Богом. И там будет общение в Тысячелетнем Царстве. Как оно будет? Мы только можем представлять, мы можем, Слово Божие нам об этом много не говорит, но мы знаем, что это сбудется. И, но, скажите, дорогие, а при чем тут мы сейчас, христиане, когда мы живем в эру благодати, где Христос сказал, когда Он горел с Самарянкой, что не на этом месте, не на том, не в Русалиме, но Господь ищет в себе поклонников, которые будут поклоняться Ему в Духе истине, о чем, о какой храмовой горе ты говоришь сейчас? Дорогие, хочу вам, хочу обрагнуть вас, что при нашей жизни еще будет отстроен храм. Мы сегодня видим Израиль, возвращающийся назад в Иерусалим, и мы еще застанем, мы, церковь, застанет храм, строящийся, выстроенный храм. Почему я это говорю? Потому что, действительно, сам Иисус Христос об этом говорит. Смотрите, Матфея 24, глава, 15 стих, и проповедано будет сие Евангелие Царства по всей земле. Это время благодати, время, когда Господь будет себе искать поклонников, которые будут поклоняться Ему в Духе истине. И будет проповедение по всей вселенной, по свидетельству всем народам, и тогда придет конец. И когда увидите мерзое запустение, реченое через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет. Иисус Христос сказал, что придет конец, и когда увидите, перед этим концом, вы увидите мерзое запустение, реченое через пророка Даниила, сам Господь говорит, что будет отстроить храм в конце времени, когда Израиль соберется назад. И как бы подтверждая это, апостол Павел говорит, 2-й официальный кийцам, 2-я глава и 3-й и 4-й стих, «Да не обольстит вас никто, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, протившееся и предраздавшееся выше всего называемым Богом или святынью. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Дорогие, то есть апостол Павел нам говорит, что человек, он говорит, не спешите колебаться умом, сначала, в конце времени, должен быть остроен храм, и должен прийти тот человек. Мы знаем, что это будет короткое время, мы знаем, что это будет всего три с половиной года, после этого наступает тысячелетнее царство. Дорогие, но храм должен быть отстроен еще при нашей жизни, при верующих людям, потому что и Христос, и апостол Павел говорит верующим людям, достигших последних времен. Что говорит нам Ветхий Завет об храме, который будет построен? Я хочу прочитать очень много мест, я просто сегодня прочитаю только два. Это Захарий, 16 глава, то есть, сори, Захарий, 1 глава, 16 стих. «Посему так говорит Господь, я обращусь к Иерусалиму с милосердием, в нем срудится дом мой, говорит Господь Саоф, и землемерная ветвь протянется по Иерусалиму». Землемерная ветвь сегодня протягивается по всему Иерусалиму. Мы знаем, что сегодня Израиль строит, застраивает земли в Иерусалиме, и, между прочим, сегодня Гилло, такой микрорайон, он будет застроен новыми домами, и Израиль говорит об Иерусалиме, как о своей земле, оно застряивается. Уже идет землемерная ветвь, но он сказал, что сородится там дом мой, еще, Захария, так же и пророчествует Иеремия в 30 главе, 30 глава, 18 стих. Так говорит Господь, «Вот я возвращу плен шатров Якова, и селение его помилую, и город опять будет построен на холме своем, и храм устроится по-прежнему». Дорогие, вот мы живем в это время, когда Бог хочет восстановить, и Израиль хочет восстановить храм, мы уже говорили, то сейчас происходят события, которые евреи ревнуют о том, чтобы было хотя бы на данный момент, хотя бы возможность евреям молиться на храмовой горе, сегодня нельзя евреям молиться, идет огромное движение международное, для того, чтобы евреям можно было молиться на храмовой горе. Но там дьявол, он поставил камень. Я хотел бы сегодня поговорить, сопоставить рождение христианства и рождение тысячелетнего царства. Вот. И воскресение Иисуса Христа, и воскресение еврейского народа. Как воскресение Иисуса Христа, оно было произведено силой Божьей, так же само и воскресение Израиля будет также силой Господней. Мы знаем историю Иисуса Христа, что дьявол всячески препятствовал для того, чтобы родился Иисус Христос. Когда он родился, всячески он препятствовал для того, чтобы он зашел на хрест. Вот. Всякими мы помним искушения Иисуса Христа, когда дьявол ему предложил поклониться ему, и он отдаст эти царства во владение ему. И потом мы видим, что дьявол не допускал Иисуса Христа к Христу для того, чтобы он действительно умер. Но когда он умер, он все сделал для того, чтобы Иисус Христос не воскрес. Он поставил стражу, римскую стражу, которая была одна из самых мощных армий на то время, и привалил камень, который был тритоны, который никто не мог отворить. И мы знаем, что так же само и израильский народ. Дьявол растеял его по воле Божьей, по всему лицу земли. И так же предлагал ему, как и предлагал Иисусу Христу, чтобы они поклонились, стали мусульманами, или стали католиками, или стали православными, чтобы они растворились в этом мире, поклонившись идее этого мира. Я говорю вам, как есть, дорогие, потому что евреи остались евреями, несмотря ни на что, несмотря ни на гонения, несмотря ни на какие уловки дьявола, чтобы распорожить этот народ, несмотря на погромы, несмотря на освенциум, где сжигали евреев. Еврейский народ остался жив и дошел до последнего времени. Но дьявол знает, что этот народ, он не может воскреснуть без храмовой горы. То есть идентичность еврейского народа с храмовой горой, она совместима. То есть Израиль не может жить, родиться полным без храмовой горы. Поэтому дьявол так же, как и запечатлил гроб Иисуса Христа большим камнем, он так же запечатлил мечетью, скалы, мечеть Алякса, которая стоит на святом месте, на святой и святых, и которую человек не может отодвинуть. Как когда-то не могли отодвинуть ученики этот камень? Невозможно было человеку, потому что он был огромно тяжелый тем ученикам. Так и сегодня ни Израиль, ни Соединенные Штаты со своим мощным оружием, мощным флотом и вооружением не могут решить проблему храма в горы. Невозможно это человеку. Почему? Потому что дьявол приложил там свой камень. И так же поставил охрану, мощнейшую охрану, исламский фундаменталист. И сегодня камни летят в израильские автомобили. Сегодня убивают евреев за то, что они только подумают молиться на этой святой горе. Дорогие, мощнейшая, мощнейшая армия поставлена для охраны этой горы. Но, дорогие, так как Бог задействовал свою силу, чтобы этот камень был отвален, и он был отвален без человеческой лючи, мы приходим к этому времени, когда Бог сам отвалит этот камень и будет построен храм. Потому что, так говорит Писание, мы верим в Слово Божие, мы верим в пророчество, мы верим в то, что Господь сказал, мы верим в то, что сказал апостол Павел. Дорогие, мы сегодня, я вас просто призываю, для того, чтобы мы сегодня начали молиться за эту храмовую гору, чтобы действительно Господь сам вмешался в эту проблему, в проблему, и разрешил проблему храмовой горы в Израиле, дорогие. Вот сегодня будет молитва, и приготовьтесь к этой специальной молитве, это специальная передача для вас, дорогие, чтобы вы были участниками плана Господнего, молясь за план Божий. У меня там было еще несколько вопросов, Юрий. Вот что говорят последние события в географическом плане относительно местоположения, точного местоположения на храмовой горе, этих точек, где находился Иерусалимский храм? Почему? Потому что сейчас, говорят ученые, некоторые якобы, что все-таки какие-то последние данные, говорят, что будет сдвиг в какую-то из сторон, то есть что мусульмане оставят этот свой храм, то есть свою мечеть, и потому что последние данные показывают, что все-таки есть сдвиг по размерам в другую сторону, и Иерусалимский храм, он может быть восстановлен чуть-чуть в другом месте. Возможно. Просто я хочу рассказать одну историю, которая говорит нам о том, что кого-кого люди могут провести, но только не евреев. Аминь. Ну, город Луцк, я думаю, вы знаете хорошо. Богдана Хмельницкого, 6, стояло здание, которое по разным этим вещам, оно принадлежало разным инстанциям. Да, да. Дело в том, что в 90-х годах, в 90-х годах прошлого столетия, еврейская община города Луцка, она заявила на это здание. Она заявила, и она сказала, что это здание принадлежало когда-то евреям как синагога. А мы знаем, что по расстоянию синагога от синагоги находилось примерно 2 километра. Почему? Потому что субботний путь, и люди, которые жили в одном квадрате, в центре которой была синагога, они были только членами этой синагоги, в другой они не могли быть членами. И вот посмотрели, вроде архитектура, но не говорит, что это синагога. Все не говорит, что это синагога. И тогда руководитель областного еврейского комитета Семен Павлович Долинский, очень хороший человек, я его очень уважал и любил, он просто-напросто сказал, вызывайте геодезистов. Для чего? Здание ориентировано на Иерусалим. Они посмеялись, не поверили, вызвали. Точно, здание было ориентировано на Иерусалим. Сегодня в этом здании находится, как говорится, еврейская община и находится синагога. Здорово. Да. Так же само, если по отношению храма, все даты, все координаты, все есть на месте. Если дело касается точного положения, то есть еврейские священники скажут вплоть до 1 миллиметра, где оно было. Мы совершим молитву. Молимся за Украину, за Белоруссию, за все республики. Сегодня вечер молитвы конкретно за израильский народ, за Иерусалим, чтобы восторжествовало то, что Бог сказал в Своем Слове. Да восторжествует. А мы обязаны молиться. Мы имеем авторитет Слова Божия. Мы имеем полномочия приходить к Богу Отцу, к Богу Сыну. Мы можем приходить к престолу Бога Отца и Сына, дабы получить помощь, написанного во время нужды. Сегодня наша молитва к Богу об Израиле. Поэтому давайте присоединимся, давайте соединимся вместе в единстве Духа, в союзе мира. Принесем к Богу этот народ. Возможно, мы уйдем из эфира в молитве. Но пусть имя Божие будет прославлено даже в этой программе. Мы приходим к молитве. Я хочу, чтобы вы поддержали нас вместе с нашей командой, вместе с Юрием, молитву за Израиль. Конкретно молитва за храмовую гору. Я еще хочу вас попросить, дорогие, чтобы ноябрь месяц, мы вам будем напоминать, был месяц молитвы за храмовую гору. Моляй за храмовую гору. Вы молитесь и благословляете Израиль. Вы молитесь за Слово Божие, на котором Он сам стоит и властвует, и смотрит Господь за Словом Своим. Так говорит Господь. И что мы можем сделать, дорогие, что мы можем сделать, верующие люди? В нас заключена огромная сила. Вы знаете, я хотел бы прочитать для того, чтобы вы поняли, что вы можете сделать сегодня для Израиля, что вы можете сегодня сделать для храмовой горы. Хочу вам прочитать послание Ефесянам, 1 глава, 19 стих. Слушайтесь в эти слова и примите их, как для себя. И как безмерно величие могущества Его в нас, дорогие, еще раз, как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, в которой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадил Одесную себя на небесах. Так, той же силой, той же силой, которая есть в нас, Он может сегодня решить проблему храмовой горы, когда мы все будем молиться за эту храмовую гору, потому что по промыслу Господнему, по слову Господнему, по пророчеству храм должен быть отстроен. И сегодня никто не может решить проблему этой храмовой горы, я вам серьезно говорю. Как только Израиль начал, дали разрешение восходить на храмовую горы, только помолиться, уже ноты протеста из Турции, Малайзии и Ордании. И Ордания хотела разорвать вообще демологические отношения с Израилем. То есть восстает дьявол, не дает это. Но мы сегодня, дорогие верующие последнего времени, мы подключены к огромной силе. Это я всегда говорю вам, вот как электрический, как выключатель подключен к электрической сети. Мы не видим силу электрического тока. Мы просто знаем, что она есть, но без включения, без этого маленького выключателя, оно не начнет действовать. Но когда вы включаете этот выключатель, маленький выключатель, которым являетесь вы, дорогие друзья, этим выключателем, вы включаете мощную Божью силу, которая живет в вас, дорогие. И это не только слова мои, это слова Божьи. И как безмерно величие, могущество его в нас, верующих по действию державной силы его. Дорогие, без веры этот включатель не включаетесь. Верьте в пророчество Господне, верьте в то, что сказал Иисус Христос, что храм должен быть восстановлен в последнее время. И это признак последнего времени. И мы сегодня пришли к этому моменту, когда нужно молиться за храм, который должен быть построен на святом месте, который избрал сам Господь, указав это место Аврааму и Давиду. Дорогие, я хочу сегодня, чтобы мы все преклонились перед Господом. Я буду молиться сейчас. Поддержите нас. Включив свой выключатель, заставил работать Божью силу на Близнем Востоке. Дорогие, будем молиться. Господи, в этот вечерний час, Господи, мы приходим со специальной передачей от Тебя, Господи. Ты открываешь, Господи, то, что действительно храм должен построить. И мы верим в Твое Слово. И мы, Господи, знаем, что он будет построен. И мы, Господи, умоляем, умоляем, Господи, Тебя, чтобы Ты помог разрушить, отодвинуть этот камень, эту мечеть скалы, Господь, чтобы Ты убрал эту стражу, которая сегодня стережет это место, дабы не родился вновь Израиль. Ты знаешь, Господи, как сильно запечатал это место дьявол. Именем Твоим, Господи, именем Твоим, силой, которая живет в нас, которая, которая, Господи, величие могущества от Тебя у нас, Господи, и которой Ты, Господи, воскресил Иисуса Христа из мертвых, Ты, который отворил камень, Господи, отвори этот камень и отдай эту храмовую гору в пользование Израилю, которая будет Твоим народом в тысячелетнем царстве. Мы благословляем Иерусалим, мы, Господи, благословляем храмовую гору, хай имя Твое прославится, хай Ты будешь возвеличен, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Господи, мы благодарны Тебе, приходя к Тебе во имя Сына Твоего, нашего Спасителя, благословляем израильский народ. Приходим к Тебе с мыслью, с сознанием того, что Ты тот, который контролирует все, Ты знаешь все, Ты все видишь. Из Твоей руки ничего не выбывает. Боже, Ты контролируешь ситуацию в Израиле. Боже, Ты видишь каждого еврея. Мы благословляем. Мы благословляем еврейский народ. Мы благословляем израильский народ. Мы благословляем Иерусалим. Мы просим мира Иерусалиму. Пусть придет то, что предначертано Тобой в Твоем слове. Да исполнится каждое слово Твоего пророчества об Израиле. И придет то время, когда откроются глаза, и они узрят Тебя, Бога Живого, Бога Истинного. Благодарим Тебя, Господь. Поэтому благословляем. Боже, защити от всяких происков сатаны. Защити израильский народ. Защити Иерусалим от всякой вражды дьявола, который направил свои стратегии, свои планы, свои мерзкие цели для того, чтобы уничтожить израильский народ. Но вся сила в Тебе мы, как церковь, приносим этот народ на руках молитвы. Благодаря за все Тебя, нашего великого Бога, приходя к Тебе во имя Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Аминь. Аминь. Итак, друзья, мы сейчас будем выходить из эфира. Юрий с нами. Спасибо. Было прекрасно. Мы еще будем встречаться. Юрий, мы будем встречаться. С удовольствием. Да. Прекрасная лекция. Аж мне интересно было. Если мне интересно, это показатель того, что время не зря. Александр Куманский, спасибо тебе. Спасибо, Роман, тебе. Будьте благословены. Помните, Иисус Христос любит вас. Мы также любим вас. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин